А то что-то тут заело никак. Слушаю. Вот, Игнат Тихонович, брат Николай Астахов задает в чате вопрос. Как должен... Мы сегодня говорили о приходе Антихриста, и что он сядет не просто в Иерусалимском храме, говорит Фехилар, а в храмах во всех, то есть. И вот брат Николай задает на основе этого вопрос свой. Как должны потрудиться те, кто сейчас в храмах находятся, чтобы там сел Антихрист? Ну, если будет Антихрист, то видно будет. Сейчас об этом как говорить? Совершается литургия, говорится о Христе. Он сам сядет. А сейчас он зайдет, его в шею выгонят, еще время не пришло. Это большие перемены будет. Армагеддон пройдет. Это не просто так. Это объявлено будет. Есть фильм такой Антихрист, шесть, два фильма. Там это хорошо показано. Он должен провозносить себя Богом. Я Бог. Многие отвернутся от него. Это не просто так. Да так вот нам предвидится как бы. Сказать мы видим, по определенным событиям видно, что где-то рядом. А какие события? А вот скажи сейчас, почему в наборники наневают? Какая причина? Ну, потому что там была репетиция. Репетиция была. И мы должны знать, что как бы не президент Российской Федерации, давно бы надели на нас. А сейчас не до этого. Он показал кулак ему, что дальше будет. Я. Это просто человек показал все это. И мы должны это понимать и молиться о том. Так что за эту жизнь не держись. Дальше увидят. Кто-то там скитаться будет. Но все творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Значит, будет совершать ритургию. Где, когда, кто. Это не просто так. Не продать, не купить. А вот маска как раз и показывал. Хотя бы ты набрал много, а из магазина не выпустят. Вот. Сейчас этого нет. Наоборот, как бы отшатнулись. Но они говорят, кто от этой болезни покорился, там что-то с ним делали. Это где-то 30-му году никого не останется. Эти опыты шли 70 с лишним лет. Люди исчезали, на них опыты делали. Они погибали. Это все немного публикуется. Но мы о том знали раньше намного. Так что, хотя мы и знаем, что вся эта храмия. Ефрем Сирин прямо говорит, речь идет не только о Берусалимском храме, но, главное, в душах людей, как на престоле. Он скажет все эти вопросы, которые называют проблемами, он разрешит их. Три. Погибнут правителям мира. Семеро покорятся. Воевать не с кем. Границ нет. Ну, как вот за границей-то там было. Государство. Мы ездили там. Нигде. Где граница? Франция, Германия, вообще нету. Все открыто. Зона такая была. А это будет по всему миру. Оружие все отовсюду отнимут. Что никто не понравится. Я не нравится, я запущу. Еще этого не будет. И скажут мир и безопасность. Какой мир, когда нет мира-то нигде. Безопасность. И безопасности нет никуда. Поедешь и не выйдешь оттуда. А это мир и безопасность. Надо глядеть на то, какие признаки пришествия его. Пока нету, но близко. Это определенно уже знаем. Все. Больше тут говорить, придумывать еще не надо пока. Надо молиться. Быть готовыми. Будут обличители, которые его обличат. Тут я гляжу, кто-то подал, он говорит об этом Николай Астахов-то, что узнает, что у нас тут должен один другом, мы давайте соберем деньги. С чего ради? Как человек жил где в таком возрасте, в самом зрелом, никого не предупредил, взял, 4 года не отдает, но пообещал Пасхе отдать. Мы можем как-то повлиять на него. А так давайте все, даже он не знает, да какое же это добро-то, это потворство ничему. Даже думать об этом нельзя. Должны делается рабом-узаимодавца. И когда это был должный, что делать? Собирать деньги? Нет, продайте жену, детей рассчитайтесь. Это серьезное дело. И никогда так не надо от себя. Ни с кем не советовались, ничего уже собирать. Предупредите, это неправильно. Он брал, он и должен отдавать. Здоровый, крепкий мужик. Так, слушаю. Ну да, он может, если ему нужно, он может и попросить, обратиться, а что если он не просит, хотя бы попросить? Даже попросить у нас по разрешению. Совет мужей есть. Он у нас здесь. Чего же ему просить-то? Такие деньги брал когда? Он может набрать столько, что, говорит, всей страной не выберешь. Не надо этого делать. Это расхолаживает других. Но я тоже нет. Зачем же брать? Мне только один раз пришлось брать в долг до вечера. Один раз до вечера. Больше до всю жизни брал никогда. Как? Так, Господь. И молишься, и незнакомые люди тревожатся, и, говорит, сна нету. И стараются помочь. Но я не для себя. Речь идет о книгах, которые мы подарили. То есть, в другую форму эта бумага пошла. Так, что-то никого не слышу. Так, я-то вас спросить хотел. А, Александр Анатольевич, у вас как священника звать было? Евгения? То ли его нету здесь? Евгения, Евгения. Да не включайся в микрофон. Евгения, Евгения. А вы знаете, что он пытался связаться с нами? Игнатич, вот сколько раз я пытаюсь. Александр, давай. Я говорю, ты, наверное, забыл о тебе про меня. Ты что-то мне должен обвинительный дать мне прочитать, что там пришло с епархией. За что меня на полгода отлучить. Вот я потом, и потом такие. Я не знаю, я не буду его ловить. Он навряд ли выйдет. Он трусливый, просто трусливый, я считаю. Помните, мы же заходили, разговаривали с вами. Это он, он. Ему кто-то мой телефон дал. Он говорил, что я за книги спросил, я не буду ультилизировать, я их читаю. Ну, ладно, тогда, слава Боже, читай. Все, больше вопросов нету. Все, все, это что главное, он. Он. Так, слушаю, говорите, все, закрыт вопрос. Слушай, вопросов-то и нет никаких. Брат Николай руку поднял, Астахов, кажется. Брат, говори, пожалуйста. Да, это на занятиях еще, брат. Спаси Христос. Братья, вопросы есть? У кого? Нет никого. Вот как живем. Да. Ну, все тогда. Ну, тогда назначать, Игнат Тихонович. Да, я тоже думаю об этом. Так. Анастасия Кучинова, кто такая? Это я. Вот вы. Мир вам. Да. Вы можете помолиться, братья пропоют сейчас там достойно, и сразу помолиться своими словами кратко, и в конце прославить Святую Троицу. Сможете? Я не знаю. Я не пойму, что-то у вас недостаток в аппаратуре или в сознании? Наверное, в сознании. Ничего не пойму. Ну, ладно, тогда не будем тревозить. Так. А кто такой Евгений Еременщик? Приватя Тихонович, здесь я. Ну, шумно у меня. Это вы? Хотя с радостью помолиться. Да, да. Ну, вот я что говорил сейчас, так видите, ясный голос слышится. Пропоют только и сразу же прославьте Господа, поблагодарите и громко скажите «Аминь». Никто согласен, все говорите «Аминь». Мазитва делается нашей, как апостол Павел говорит. Во славу Божию. С радостью. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да, достойно есть я, кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога славоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи и Боже наш, благодарю Тебя за эти занятия, за мудрость Твою, за то, что Ты присутствуешь посреди нас, помогаешь нам жить, наполняешь наши сердца словом Своим. Господи, не дай нам сойти с Твоего пути, укрепи нас и умножь нашу общину. За все Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за занятие.